Всем большой привет! С вами Юля и сегодня я хочу сделать видео о бьюти-привычках. Тема, с одной стороны, невероятно заезженная, насколько уже можно, с другой стороны, она и бесконечная, она какая-то бездонная и действительно очень важная, потому что это даже важнее, чем банки, важнее, чем то, что вы можете себе купить или подобрать. Вот действительно есть какие-то простые привычки, которые будут очень хорошо работать и могут развернуть просто ваш уход на 180 градусов. И сделать его более эффективным. Первое, что супер важно в уходе, это дисциплина и регулярность. Звучит это, конечно, очень банально, но на самом деле это правда. Даже если вы взяли какую-то очень хорошую линейку, она вам действительно по-настоящему подходит. Один раз вы воспользовались кремом, другой не воспользовались, тут вы забыли, тут вы не захотели, тут вы поленились. И это просто не будет эффективным, это просто бессмысленно. Поэтому не пропускайте, находите в себе силы хотя бы делать вот трехступенчатый уход. То есть очищение, тонизирование, увлажнение. Конечно, азиаты настаивают на том, что на самом деле уход должен быть пятиступенчатым, но хотя бы вот эти вот базовые, базовые принципы обязательно соблюдайте каждый день. Это не занимает много времени, хотя бы 5-10 минут утром и вечером на основной базовый уход. Вторая бьюти-привычка, о которой я уже рассказывала своим подписчикам некоторое время назад. Но я повторюсь, потому что мне многие отписались и сказали спасибо, и сказали, что это действительно работает. Так вот, когда вы умываете лицо, неважно, что это пенка, гель для умывания или гидрофильное масло, вы должны держать это средство 60 секунд на своем лице. Да, то есть одну минуту. Я тоже раньше так делала, что я очень быстро наносила средство, торопилась, и буквально там 10-15 секунд я его смывала. И постоянно я сталкивалась с такой проблемой, как забитые поры, прыщики у меня вылазили. Ну просто вот кожа была недостаточно ухоженная, недостаточно очищенная. Сейчас я держу средство 60 секунд. Я делаю такой легкий массаж в это время. Как бы совмещаю приятное с полезным таким образом, и потом уже смываю. Действительно, вот даже недорогие пенки заработаю гораздо лучше. Вы увидите совершенно другие результаты. Я вам это обещаю, и потому что мне уже многие отписались спустя какое-то время и сказали, что это действительно работает. 60 секунд, 1 минута мыть. Следующая бьюти-привычка, которой я пока что не до конца себя приучила. Честно скажу, что сама часто ленюсь, но как-то вот настаиваю на этом. И надеюсь, что скоро это действительно будет моя постоянная привычка. Это такой легкий самомассаж. Сейчас в интернете очень много разных техник. И профессионалы показывают, как это делать. И любители показывают, какие они для себя подобрали техники. Действительно, это очень важно. По сути, вы просто должны знать массажные линии. Я их вам миллион раз показывала. Массажные линии, это линии наименьшего растяжения кожи, по которым у вас меньше шансов потянуть кожу, испортить ее. И также это линии, по которым циркулирует кровь. Легкий массаж. Какие-то массажные действия, манипуляции быстрые, которые будут занимать у вас, я не знаю, 2 минуты, 5 минут. Но действительно, это будет в первую очередь снижать отечность. Потому что таким образом вы стимулируете вот этот отток крови. А у большинства российских женщин, у большинства российских женщин есть склонность к отекам. Потому что у россиянок преимущественно идет деформационный тип старения. Это тип старения, который предполагает сам по себе какую-то отечность на лице. Поэтому заведите себе эту привычку. На самом деле, действительно, когда это регулярно делаешь, меньше отеки, лучше цвет лица, потому что вы стимулируете вот это кровообращение. И, ну вот как-то вы немножко будете мышцы на своем лице. Они немножечко приходят в тонус, что, опять же, очень важно для нашего деформационного типа старения. Может быть, для западных женщин, которые больше стареют по морщинистому типу, либо по мускульному типу, может быть, для них это и не супер важная привычка. Им больше там надо защищаться от солнца, что-то там себе колоть. Да, у них кожа не такая хорошая, как у славянок. Но для нас это очень важно. Для русских и славянских женщин это отличная привычка, которая может сильно продлить вам молодость, и вы дольше будете выглядеть хорошо. Следующая бьюти-привычка, которая, на самом деле, у меня была просто всегда, мне совершенно несложно это соблюдать, это стакан воды по утрам. Я пью либо обычную воду, фильтрованную, очищенную, иногда я пью минеральную воду. Да, вот некоторым неприятно пить воду утром, иногда мне на это жалуются, что как-то вот поташнивает, не хочется пить эту пресную воду. Но покупайте просто минеральную воду. Конечно, минеральную воду нельзя пить постоянно, потому что, ну, она обладает лечебными свойствами, нужно будет делать какие-то перерывы. Но курсами по месяцу вполне можно начинать утро с минеральной воды. И также просто вода с лимоном. И все врачи, и все косметологи эту бьюти-привычку очень поддерживают и говорят, что действительно начинать день с бокала воды, это вот так вот классно. Вводите в свой уход энзимные пилинги, скрабы-гамажи и, ну, эксфолиация, одним словом. Особенно это касается тех, кому 30+. Для вас это вообще очень важно. И вообще, чем вы старше, тем это важнее. Потому что обновление кожи, оно с возрастом замедляется. И вот эти вот клетки, которые роговевшие, мертвые, они уже не нужны, они лежат сверху как балласт. Из-за этого у вас такой сероватый цвет лица. Из-за этого у вас не работают косметические средства на 100%. Даже если вы какой-то дорогой крем купите, насыщенный там витаминами, какими-то микроэлементами, он не сработает так хорошо, потому что вот этот верхний слой, он просто не даст проникнуть. Когда вы убираете вот эти роговевшие клетки, то, соответственно, и кожа у вас обновляется быстрее. Чем старше кожа, тем сложнее ей обновляться. Скрабы это как бы считается не очень хорошо. Лучше, чтобы это было что-то более бережное. Ну, то есть кислоты, энзимные пилинги, да, куда у нас ходят энзимы. Это, в принципе, принцип действия похож на кислоты. И следующая бьюти-привычка у меня появилась несколько лет назад. Я этому очень рада. Я благодарна блогеру, я благодарна ютюбу. Я как раз тогда только начинала смотреть ютюб. Ее зовут Катерина. По-моему, она уже удалила свой канал, потому что я не могу его сейчас найти. Так вот, она жаловалась там на состояние своей шеи и зоны декольте. И она не постеснялась действительно показать как-то вот крупным планом. Я всегда уважаю, когда женщины не боятся говорить о недостатках, там, о лишнем весе, показывать какие-то старые фотки до и после и так далее. Потому что это мотивирует. И действительно, при очень хорошо сохранившемся лице, на лицо она выглядела лет на 10 моложе. И при том, что у нее встроенная фигура. Ну, красивая женщина. Но вот шея, она выдавала ее возраст. И она как раз призывала всех не забывать наносить сыворотки, кремы. Ну, вообще следить за шеей. Это, во-первых, не забывать об осанке. Ну, и также всегда, когда я наношу крем на лицо, я всегда также наношу вот здесь на шею, на зону декольте. Это же относится к сывороткам. Вот такие вот были бьюти-привычки. И надеюсь, что что-то полезное, интересное вы для себя подслушали, подсмотрели. Пишите ваше мнение. Пишите ваши самые любимые бьюти-привычки. И всем пока. До новых встреч на моем канале. Пока-пока.